Назвать новичками этих садоводов нельзя. Работники Лысковского плодопитомника о яблонях знают, как говорится, от а до я. Но сегодня для них особый день – урок под открытым небом. Они, как первоклассники, слушают учителя. Он специально приехал в Лысковский район из Тамбовской области. Выбирают подходящий экспонат и начинают практическое занятие. Задача ставится простая – обрезать ветки яблони. Но, как оказывается, от каких-то мелочей зависит, с урожай мы будем в этом году или придется идти за фруктами на рынок. К примеру, дерева надо избавить от слабо развитых веток. На них плодоносящих почек либо нет совсем, либо очень мало. Немаловажно у молодых яблонь сформировать прочный скелет. Как правило, это 6-8 несущих ветвей. Не допускается, если ветки мешают друг другу. По словам специалистов, каждая должна найти себе место под солнцем. Мы с вами проредили крону, закрепили развитие ветвей под оптимальными углами отхождения. Равномерно закрепили ветви в пространстве, оставили те, которые нам нужны. Работники плодопитомника выполняли обрезку яблони раньше. Правда, признаются, хоть урожаем хвастались и до этого, но пределу совершенства нет. Тем более, если это на пользу деревьям. Новые знания, кстати, не помешают и на личных угодьях. В последнее время выращивать собственные овощи и фрукты вообще стало модным. Преуспевающие садоводы на своих сотках стараются получить высокий урожай. Ведь помимо витаминов круглый год, экономия семейного бюджета внушительная. Главное, правильный уход за цветущим садом. К примеру, в Лысковском плодопитомнике после правильной обрезки вот в такой семилетней яблони каждый год можно будет собирать до ста яблок. Сергей Щеплягин, Владимир Сиганов, Объективно, ННТВ.